Приветствую наших сторонников и граждан Казахстана. Как вы уже знаете, 21-22 апреля демократический выбор Казахстана проводят субботники во всех регионах страны. Это наша третья акция, и мы должны сделать ее особенно массовой. Когда мы выходили синими и голубыми шарами на Анаурыз, власти вели себя неадекватно, в страхе отбирали голубые шары даже у детей. 2 апреля ошибок со стороны сотрудников правоохранительных органов было меньше. Могу с уверенностью сказать, что 21-22 апреля никто нам не сможет помешать. Ваши грабли и лопаты власти наверняка отбирать не будут. А если вдруг и будут, то снимайте их на камеру, они станут не только посмещущим всего Казахстана, но и всего мира. Дни проведения наших акций совпадают с заявленными властями, городскими субботниками во многих регионах страны. Все на субботник. 12 апреля в Кустанае стартует двухмесячник по санитарной очистке. Выйти и привести улицы и дворы в порядок призывают работников государственных и частных учреждений, коммунальщиков, ПКСК и всех жителей областного центра. Нам окажут содействие акиматы и городские службы. Наши города станут по-настоящему чистыми. И не надо переживать, что акции членов ДВК окажутся размыто государственными мероприятиями. Мы расскажем о субботнике с помощью ваших видео и фотоотчетов. Сейчас усилиями международных правозащитных организаций, такие как, например, Amnesty International, фонда «Открытый диалог», Казахстану приковано много внимания со стороны депутатов Европейского парламента. 10-11 мая Казахстан прилетает в миссии депутатов Европарламента, которые в рамках Комитета по межпарламентскому сотрудничеству между Европейским сообществом и Казахстаном будут обсуждать и проводить мониторинг выполнения договора о сотрудничестве и партнерстве между Европейским сообществом и Казахстаном. Один из ключевых пунктов обсуждения – это выполнение обязательств Казахстана по соблюдению прав человека, мирных собраний и свободы слова. В рамках этих событий казахстанские власти уже пошли на уступки, и мы могли видеть на прошлой неделе, что под залог вышли Акмарал Табылова и Цавр Камалвеков. Есть решение суда по условно-досрочному освобождению полгата Аяна. Небольшие подвижки есть и в деле Орда Кашем из Шимкента. Комиссия Европарламента парализует действия силовиков как минимум до конца мая, и это для нас возможность активизировать свои действия. Нам необходимо воспользоваться этой ситуацией для проведения своих акций. Если власть попытается действовать как раньше незаконно, то очевидно, что реакция Евросоюза будет очень негативной. Особенно на фоне нарастающих санкций против России у Казахстана могут возникнуть такие же проблемы. Поэтому приезд депутатов Европарламента в Казахстан – новая дополнительная возможность для разоблачения режима и получения поддержки Запада. Назарбаев и его ближайшее окружение имеют огромные активы в Европе. Их денежные средства держатся в долларах и евро. Таким образом, правящая верхушка Казахстана уязвима против западных санкций и панически боится попасть под удар. Мы можем безопасно и спокойно провести еще ряд акций ДВК в мае-июне. И у нас есть все шансы акцию 21-22 апреля сделать мегамасштабной. Так мы отметим годовщину нашего движения. Сумеем найти дополнительный ресурс к объединению и нарастить ряды наших сторонников. Призывайте ваших родных и близких регистрироваться в Телеграм, вступать в ряды ДВК. Наведем порядок в нашей стране. Очистим Казахстан от мусора. Пришло время перемен. Алга ДВК! Субтитры создавал DimaTorzok